Дневной разворот Валерий Семенищев Наши эксперты в сфере ЖКХ Я думала, ты моё внимание хочешь привлечь Воды, света и тепла Воды, света и тепла Именно так Будут говорить нам о том, надо это или не надо В очередной раз, потому что в прошлый раз мы не закончили В первом части тема у нас другая Светлана, ты представишь гостей? Я хотела, я думала, что ты опрос ещё Ты опрос озвучила Опрос, ты думаешь, нужно? Ну хорошо, хорошо Мы вернули опрос ВКонтакте На нашем сайте появилась возможность Оплачивать коммунальные услуги напрямую Этой возможностью воспользуюсь, не воспользуюсь Не знаю, надо подумать ВКонтакте к этому моменту Самый популярный вариант ответа Воспользуюсь, как и в прошлый раз 53 почти процента Бойственное восприятие твоих слов Ты говоришь, на нашем сайте появилась Возможность оплачивать коммунальные услуги Напрямую На нашем сайте есть опрос Я пропустила А, ну понятно, хорошо И даже кто-то такой же, как я, слушает Хорошо На нашем сайте есть опрос А возможность появилась у людей Второй по популярности ответ Не знаю, надо подумать Те, кто говорят, не воспользуюсь Их мало Всего 8,5% Что на сайте? У нас на сайте 50% говорят, воспользуюсь 30% не знаю, надо подумать И 20% не воспользуются Ну то есть большинство, если так смотреть Уже готовы платить почти большинство Они просто не знают ещё о всех подводных камнях Это во втором части мы объясним Да, Андрей Воробьёв придёт Вместе с Валерием Семенищевым И объяснят Ну вот, кстати, надо уже сразу сказать Что мы пытались пригласить на прошлой неделе Ресурсоснабжающих компаний Они пока что не идут Поставщиков Не идут к нам Зато к нам сегодня пришли В первый час Михаил Шевелёв Руководитель офиса консультантов Инициативного бюджетирования Евгений Дрогов И Николай Плюснин Консультанты и эксперты В области инициативного бюджетирования Ну, сразу напомню Всё-таки более Прием, может быть, знакомое для нас Выражение, не знаю Так, обозначение для людей Это всё-таки проект поддержки местных инициатив Когда мы говорим о бюджетировании И народный бюджет И ещё что-то, по-моему Да, коллеги, добрый день Добрый день Добрый день Добрый день На прошлой неделе вы буквально разлетелись В разные города нашей страны Где происходили различные мероприятия Встречи и конференции Которые как раз были посвящены Инициативному бюджетированию А также социальному предпринимательству И нам хотелось познакомить наших слушателей С тем опытом, который вы приобрели На этих встречах Я знаю, что вы были там в качестве экспертов И сами делились опытом Но, тем не менее, конечно же Там были ваши коллеги Там, естественно, какой-то опыт Со всей страны собирался Вот как сейчас происходит У нас в стране развитие Инициативного бюджетирования Какие есть тренды Об этом мы поговорим Начнём с Михаила Шевелёва Который руководитель офиса консультантов И который ездил Салихар Да, салихар Мы ездили с Евгением Михайловичем С нашим коллегом Василием Александровичем Махотиным По приглашению правительства Ямало-Ненецкого автономного округа И, в принципе, конечно Я думаю, что мы получили вообще Огромнейший опыт Потому что Мы привыкли Работать в ограничениях бюджета То есть тогда, когда Денег нет Ну, не понарошки А, собственно говоря, их нет совсем И, грубо говоря Возможность проекта По поддержке местных инициатив Возможности народного бюджета Это Ну, в первую очередь Для муниципалов Это возможность Привлечения средств И возможность решить Те проблемы Которые очень долго не решаются Из-за исцепия В первую очередь Финансирование Вот А если Брать Ямало-Ненецкий автономный округ То Финансирование Которое Там существует Собственно Изначально Возможности бюджетные Они, конечно Ну, для нас Просто потрясающие Во сколько раз Они больше Чем наши Муниципалитеты В три В три В три В три В три В три В два Региональный бюджет В три раза Там больше Чем в Кировской Ну, это как бы Ни о чем не говорит Потому что Важно сравнивать Так, чтобы было понятно Например Бюджет города Новый Уренгой Численность Жителей Которого Сотверяя Примерно 120 тысяч человек Да Бюджет В два раза Превышает бюджет Города Кирова 120 тысяч против В 500 И в два раза Бюджет В четыре раза Меньше жителей И в два раза Бюджет Ну и город Наверное Более компактный Чем Киров Конечно А вы это видите Вот это очевидно Когда вы выходите В Салихарде Да Из автобуса Приехав Прилетев Евгений Михайлович Хочу меня перебить Давайте Видно, что там Как в Арабских Эмиратах Они купаются в деньгах Салихард Вообще особая статья Это столица Ямала-Ненецкого Автомного округа Но там Около 50 тысяч Человек всего проживает Еще меньше Чем в Новом Мурингое Меньше чем В Новом Мурингое Меньше чем В Надыме Даже макет города Я думаю Дороже Чем некоторые наши Насколько там Там впечатления Совершенно другие Когда сходишь С трапа самолета Во-первых Мы улетали Здесь уже была весна Во все А там холодно А мы там прилетели Прямо в сугроб вышли Во-первых Во-вторых Там Несмотря на то Что до границы Российской Федерации Более тысячи километров В аэропорту На внутреннем рейсе Проверяют паспорт Когда ты выходишь Вот Поэтому Экзотика там Он считается Приграничным Хотя Тысячи километров До границы Так и все-таки Там что Небоскребы На что на эти деньги Какие небоскребы В Салехарде Светлана Там нельзя Там вечный мир злота Да там все на сваях Там небоскреб не построишь Небоскребов нет Но Золотые сваи Куда деньги тратят Хочу понять Сейчас расскажется Большая Вообще Троительная деятельность Восточно большая Долгое время Там турецкие организации Строили Очень много Очень комплексно Появилось здание правительства Появилось Там мосты Через речку В центре города Появилась Большая Четырехзвездочная гостиница Хорошая Много Ну Есть целые микрорайоны Которые были построены Даже Если это Вечная мерзлота То все равно Здание там Девяти Там 12 этаж По-моему Даже есть Коттеджная застройка Есть Целые микрорайоны Коттеджной застройки То есть На самом деле Строится много И Один Из таких Достаточно Наверное Существенных Элементов Расходного Бюджета Расходного Бюджета Это конечно же Строительство На сегодняшний день У них строится Очень большой Комплекс Который изначально Планировалось Построить Как Выставочный Комплекс Конгресс Холл Арктика Посвященный Арктической теме То есть Это такой Международный Двухквартальный Объект Который Ну собственно Говорят Поражает Воображение На макете Вот А сейчас Было принято Решение Что наверное Это уже Как-то Немножко Перебор Да И они Строят Большой Современный Спортивно Развлекательный Комплекс В котором Будет И футбольная Площадка И спортивный Зал И возможность Провеления Различных Выставок Мероприятий То есть Это очень Масштабное Строительство На самом деле Все таки Чтобы завершить Тему Благоустройства Не знаю Как выглядит Салехард И другие города Где вы были Они больше Похожи на Российские города Или европейские уже Ну в общем Несмотря на Количество денег Ну конечно Это российские города Ну все Мы успокоились Спасибо Мы сейчас Прейдем Костроме Светлана И успокоиться И слушать Все таки Жизнь Она Изобилует Не только Архитектурой Но и Например Продуктами питания Которые Дорого стоят В неофициальной Обстановке Нас представляли Как люди С родиной Кировской сметаны Это был Высший эпитер Там есть Кировская сметана Там есть Кировские молочные Продукты Самые лучшие Считаются А вчера была посвящена Целая программа Ну понятно Что они там Дороже в два раза В два раза В два раза дороже Больше чем в два А сколько Какое расстояние Между Кировом И Салихардом Представляете себе Мы сейчас посмотрим 300 км от Москвы По прямой Если на самолете Лететь Вот А сколько До Салихарда Есть Город Лабытнанги Который На другой стороне Аби С нашей стороны Аби До Лабытнанга Входит поезд Я думаю Из Кирова Ну Из Кирова Тоже можно туда попасть Насколько я посмотрел Два Расстояния До Воркуты И потом Оттуда Столько же Собственно говоря До Салихард В общем Можете посчитать Слушатели Какое расстояние Можно на карте Подскажите нам Хорошо Ну ты еще полторы Я думаю Как-то доезжает туда Наша сметана Все-таки Вероятно Давайте мы сейчас Прервемся на полминуты И поговорим О чем Там Чем конкретно Занимались На вот этих встречах По инициативному Бюджетированию В Салихарде И в Костроме Давайте все-таки Костроме перейдем Мне кажется Чтобы вот Кировчане Совсем себя Вот тоже Ущербно Не чувствовали Я считаю Конечно Обязательно Мы опишем Кострому По предложению Анны Лапшиной Опишем Кострому Пожалуйста Николай Плеснин Добрый день Это хороший город Похож чем-то на Киров В центре Похож на Киров Дорогами Меня повезли Гостиницы Дворами Я понял Что в Кирове Отличные дороги И когда будут Теперь кто-то жаловаться Я буду говорить А в Костроме В общем Всем хорошего дня На самом деле Я свое еще впечатление Скажу Был в Костроме Совершенно недавно На мой взгляд У Кирова Большое преимущество Потому что Киров не является Настолько центральным Старинным городом И настолько Внимание Нам не нужно Привлекать Или отвлекать На то Чтобы сохранять Вот эту старину Которая требует Достаточно серьезных Вложений Серьезного отношения Серьезного встраивания Вообще В городского хозяйства Потому что там Мне показалось В Костроме Да В Костроме Вот этот вот центр И старинная вся часть Да Она Запущенная Нет Она наоборот Приукрашенная Да Но ее лучше не трогать Она старенькая Как бы вот Не трогай А то развалится Да Она и не реставрируется И не убирается То есть подкрашивается Денег нет Чтобы восстановить Все это И поэтому Тихонечко так Вот это Как грибы к осени Да Вот это ощущение Ощущение запущенности И при участии населения И бизнеса Есть возможность Решать какие-то Проблемы на местах Проблем в Ямало-Ненецком Округе С деньгами Вообще Нет никаких Зачем там Им ППМИ И инициативное бюджет Вообще денег Много не бывает Света Это я с тобой Я совершенно согласен Это первый момент Который Денег Много не бывает Вот На самом деле Мы конечно же Ехали И наша Идеология В принципе Кировского проекта Она заключается в том Что деньги Не самое главное То есть Самым главным Является Выстраивание диалога Между властью И населением А вот с диалогом Там огромная проблема Как везде Дело в том Что когда Есть много денег Когда много денег То Эти проблемы Они увеличиваются Потому что У власти легче Вы попросили Вот вам денег Отстаньте И эта пропасть Которая там вырастает Она становится чудовищной Потому что Диалог вообще Не как бы Не развивается А население Становится все более И более требовательным Вы нам должны Вы нам сделаете То есть там Вот эти вот Граммки Ощущения реальности Они стираются Там Я не говорю Там про коренное население Которому положены Ну совершенно Такие Фантастические Для нас вещи То есть когда Коренное население Это малые народы Да Малые народы Но они имеют право Получить там Раз в несколько лет Новый снегоход Там стоимостью Миллион рублей Каждый год Получить чум Они имеют право На спутниковую связь Не на сотовую На спутниковую связь То есть По отношению к городам Тоже там Детские площадки Ну вот Мы решили сделать Такую площадку Горки из золота Нет Там горки такие же Горки такие же Но чтобы сделать площадку Безопасную для детей В условиях вечной мерзлоты Одно основание для площадки Например Составляет 5 миллионов рублей Это 18 на 14 площадка Сама стоимость конструкции Составляет порядка 600 тысяч А вот основание Стоит 5 миллионов И вот эти Как бы подходы Сделайте нам При том что Как бы Вроде у вас есть деньги Там делайте И отсутствие диалога Оказалось Такой серьезной проблемой Что Мы когда начинали Ну к нам Изначально Там относились Так что Ну приедут Там что-то расскажут Но в итоге получилось Что практически Там 90% людей Первый раз Многие из них услышали Термин инициативное бюджетирование Они остались до конца Людей мы имеем ввиду Сейчас жители Аудитория Нет Это аудитория Опишите пожалуйста Это и чинов Женя И граждане Опишите пожалуйста Аудиторию Значит Это В первую очередь Представители муниципальных образований У них там их не так много 6 городских округов 6 городских поселений 7 районов 36 сельских поселений Ну то есть Полсотни всего Вместо там Трех сотен В Кировской области Четырех почти Вот И плюсом К муниципалам Это представители Некоторых Департаментов И управлений Окружного правительства Ну в первую очередь Департамент финансов Департамент экономики Вот Были приглашены еще Представители ряда Ведомств Но поскольку Это для них Не совсем профильная Тема Они Недолго Пробыли Но процентов 90 наверное Слушателей Сохранились Вот На Двухдневном семинаре Практически до конца И Михаил уже сказал Что Для нас было непонятно Многое В том Что происходит Там И для чего Это им все нужно И как они Это все Собираются делать Они нам предоставили Проекты Нормативной документации И после ознакомления С этой нормативкой У нас возникло Вопросов Еще больше Вот Нам приходилось Всегда подчеркивать Что мы Несколько заражены Кировским проектом И мы невольно Сравниваем Всегда Любой Подобный проект С нашим Но Здесь Как никогда Нам понадобилось Максимально Абстрагироваться От нашего проекта Чтобы Построить Нашу работу Вот На двудневном Семинаре Так Чтобы И мы До конца Поняли Что хотят И окружные власти И хотят Муниципалитеты И чтобы Для них Наша работа Была максимальной Отдачей Потом В конце Вот И Ну К Взаимному Надо сказать Удовлетворению У нас Эта работа Сложилась И В общем Все получилось Вот И конечно Самое интересное Было Понять Вот Ответ На вопрос Который Света Задала Для чего Собственно Горяем Инициативное Бюджетирование При том Что у них Такие большие Деньги По сравнению С другими Регионами Вот На самом деле То О чем Сказал Михаил Отсутствие Диалога Чем Дольше Это Отсутствие Длится Тем Больший Страх Потом На этот Диалог Решится Начать Его Вот Постоянно В голове Мысль О том Что Раз у нас Денег Много Мы должны Работать С максимальной Отдачей И собственно Говоря Показывать Это Населению Они просто Будут Нас Одобрять Или нет Вовлечения Жителей В принятие Каких-то Решений До сих пор Речи Не было А там Люди Вообще Понимают Что Это все Будет Реализовываться И Руководители Муниципальных Каких-то Образований И руководители Окружных Каких-то Ведомств Людям Придется Объяснять Что Ребята Вам Сейчас Надо будет Встать Условно Со стула И тоже Что-то Сделать Не просто Воспользоваться Деньгами Пока это понимают Только муниципалитеты Потому что Задача поставлена На уровне Окружного Правительства И она Начинает Транслироваться На муниципальный Уровень И Работа Муниципалитетов В этом направлении Только началась Люди-то привыкли Что они просто так Все получают То есть Те граждане Которых мы Привыкли называть Населением Они еще пока Не в курсе Вот эту потребность Которую Вот эту потребность Вовлечении Граждан Которых мы Сейчас говорим Да Население Как угодно Жителей Она все-таки Скажите По вашему ощущению Пока что Насаживается Сверху Или есть Конкретное ощущение Чиновников Муниципальных И областных Что это Это Ямало-Ненецкому Округу нужно Вот коротко Потом слово Передадим Очень просто Когда К любому Чиновнику Начинаешь Обращаться Как к жителю Населенного Пункта Он автоматически Меняет свою роль Если бы я не работал В муниципалитете То конечно Я бы хотел Вот это вот сделать И это так Меня Вот прямо Вот ты разговариваешь Разговариваешь Вот они такие Плохие Они вот это вот Не могут Они нас вот это требуют Я говорю А вы Это вот они чиновники Говорят про жителей Прожителей Да Они ценят нас Не любят нас А как только Я говорю о том Что ну вот представьте Вы были бы Вот этим инициатором Который пришел И делал У вас есть Какое-то предложение Она говорит Да у меня есть Я бы хотела И я говорю Ну тогда соответственно Вам нужна просто Технология Как прийти Как поговорить И чтобы это было Аккуратно Понятно И собственно Мы же Еще Вы не до конца Ответили на этот вопрос На мой Давайте передадим слово Николаю Плеснину Потому что он давно Руку поднимает Да Просто вы говорите Про Ямал Я слушаю Я был в Костроме Одинаковая проблема Ко мне пришел Глава одного района С вопросом Как делать так Чтобы люди пришли На собрания Как в смысле Ну надо пригласить Так они не приходят А почему Не знаем Мы били 7 собраний Никто не пришел Так что проблема В Костроме Такая же Что и на Ямале Только там денег нет В Костроме Видимо Разуверились уже Есть деньги Нет денег А проблема Одна и та же Бося Проблема диалога Она отсутствует Я даже не знаю Что диалога А желание договариваться И умение договариваться Так вот все-таки Вопрос Отсутствие желания И то что нет умения Понятно Если его не было Диалога Еще не выработан он То и умений Конечно Никакого нет А желание все-таки Вот я задавала этот вопрос Что это такое Это вот Владимир Владимирович Который сказал Теперь нужно вовлекать население Каждый почувствует Свою ответственность Будет управлять Бла-бла-бла И все пошли Значит вовлекать население И выстраивать диалог Или все-таки Вот эта проблема Которая Мишта говорил Что все больше и больше Разрыв между людьми Обычными и чиновниками И он настолько уже зияющий И устрашающий Что сами осознают Как минимум там чиновники Что этот диалог Просто необходим Иначе что бы они ни делали Они будут получать Все более и более Нарастающее недовольство Людей Которые там живут Ну на самом деле Это я считаю Что общимировая проблема Потому что вот наши коллеги По всемирному банку По офису Научно-исследовательского института Финансового института При Минфине Ездят по миру И разговаривают С коллегами нашими Из там европейских стран Там латиноамериканских Они говорят о том Что люди ведь меньше Стали ходить на выборы везде Но люди стали все больше Относиться к своему месту проживания Ну скажем так Неравнодушно И соответственно Переход из Ну такой системы там прямой Там выборной демократии В систему вот как раз Решения местных проблем На местном уровне Вопросы выбора объектов Вопросы совместной деятельности Власти и людей Это в общем-то та задача Которая на сегодняшний день Повсеместно решается И она в какой-то момент появляется По разным проблемам Доминго Шардрыгес Вчера видел в одном из комментариев Кто это? Это один из идеологов Пратисципаторного бюджетирования В городе Порто-Алегри В Бразилии А он сказал очень хорошую фразу Вчера Он очень хорошо говорит по-русски На самом деле И латиницей написал по-русски О том, что Нет нерабочих проектов Инициативного бюджетирования Существуют модели Которые понятны И которые выстроены Под конкретные цели и задачи Вот это его место И этой территории Которая работа И соответственно Когда такой диалог востребован То под него возможно создать Совершенно отличные модели Которые всем понятны И это благое дело То есть мы создаем жизнь Комфортнее, лучше И кроме того Мы это время проживаем вместе Сама по себе жизнь Становится интересной Насыщенной И основана Не каких-то конфликтов И неприятий друг друга Противоречиях А на созидательном труде Которое беднее Мне казалось Что в Бразилии Нет такой проблемы Вот по моим ощущениям Почему-то в северных странах Как-то вот люди Отстранены друг к другу А вот там, где поюжнее Там как-то вот они Ближе Аня, ты удивишься Но именно этот город Бразильский Стал первым городом Где появилась практика Отдаленно напоминающая Наш проект поддержки Местных инициатив Так Вот И они были пионерами В этом движении В Бразилии Или в Латинской Америке? В Бразилии В Бразилии Ну вообще везде Это 80-е годы 89-й по-моему год Вот Прошла достаточно большая Эволюция этих практик Они везде разные И сейчас они сталкиваются с тем Что они должны Что-то уже Предпринимать на более Новом и качественном уровне Потому что То, что работало Еще вчера Сегодня Уже по каким-то причинам Перестает Так же эффективно работать Вот Михаил сказал О переходе Ну не очень четко Наверное выразился Я заострю на этом Мысль о том Что Сейчас позиции Как раз выборные Демократии утрачиваются И все большую роль Приобретают механизмы Прямого участия Жителей Граждан В принятии Тех или иных решений И в первую очередь Решений Связанных Непосредственно С тем местом Где они живут То есть С расходованием Денег на благоустройство Именно их места Ну с прикладными Какими-то вещами Это собственно говоря И называется Во всем мире Партиципаторной Демократии Или партиципативной И партиципаторным Бюджетированием От английского слова Участия То есть Непосредственное Участие Граждан В процессах Которые Влияют На Качество Их жизни Скажем так Приверемся буквально На полторы минуты У нас сейчас реклама И продолжим разговор С экспертами По инициативному Бюджетированию Федерального Масштаба Да Продолжаем разговор С нашими Экспертами По инициативному Бюджетированию Еще раз Представим их Михаил Шевелев Евгений Дрогов Николай Плюснин Я совершенно Без тени Иронии Коллеги Сказала Что вы Эксперты Федерального Масштаба И после того Как вы рассказали Сегодня Кто приезжал В Салихард На вот эту конференцию Я понимаю Что скоро уже И мирового И на мировой масштаб Вы замахнетесь Но на самом деле Мы естественно Не просто так Собираемся С приятными нам людьми Говорим На интересующие нас темы А именно потому Что 13 апреля Правительство Выпустило пресс-релиз Где губернатор Кировской области Игорь Васильев Сказал Что ППМИ Не вызывает сомнений И потому будет продолжен В 2019 году Мы много раз В этой студии Здесь с вами говорили В том числе Игорю Владимировичу Когда он сюда приходил Мишет И там был Вот на этом интервью Специально Мы тебя пригласили Что ты как раз Про ППМИ Поговорил С губернатором Кировской области Потому что Сомнения Все время были Будет Не будет Продолжит Не продолжит Оценил Не оценил Понял Не понял Почему это важно В Кировской области Продолжать И вот наконец Нам было сказано Что не вызывает сомнений И потому будет продолжен Но это был не просто пресс-релиз Это был пресс-релиз По итогам заседания правительства Где подводили итоги За 2017 год Реализации проекта Ну и вот собственно говоря Сказали Что деньги на 2019 год ППМИ Мы обязательно найдем И выделим Да Вот понимаешь Вот не только ведь Сейчас вот коллеги Все время к этому подводят И это важно очень отметить Что не только вопрос Стоит в деньгах Сколько их будет Выделить Не выделят А в осознании Управленцев Что этот проект Не просто должен быть Он должен развиваться Мы должны Правильно Миша Как ты сказал Возглавить его И вести за собой Я цитирую Васильева Благодаря ППМИ Кировчане не только Определяют наиболее актуальные вопросы Но и вносит свой вклад В их решение Он показал свою социальную значимость Имеется ввиду проект Поэтому правительство региона Приняло решение Продлить его В 2019 году Мы должны создавать Комфортную современную среду Для жизни Опираясь на мнение керачан Немножечко все равно Вот видите Есть коррекция В сторону благоустроенной среды Нет коррекции В сторону диалога Пока что вот этих слов Все не звучит В Кирове должно быть Какое-то прикладное Как мне кажется Значение у этого проекта Помимо вот высоких Каких-то таких вещей Диалогов между властью Гражданами и прочего Потому что в Кирове К сожалению Вот с чего ребята начали Есть проблемы И по-моему И в Кирове Возрождался Именно потому что Не хватало денег На решение Я можешь не убеждать Конечно в этом Вещей Я просто Вот как в Костроме Я просто следующую цель Уже видимо Обозначаю Что осознали Что это хорошая история В реализации По благоустройству Каких-то проектов Следующее Что нужно осознать Власти Что это Очень важное Одна из буквально Нескольких Возможностей Возможностей Действительно Вести диалог Между населением И властью И совместно Продвигаться И совместно действовать И что-то придумывать Приезд в Ауахасе И 10-часовая встреча Она как раз показала Что диалога нет Нет его у нас В Кировской области Ну и как выяснилось Не только у нас Вообще везде Это общая мировая проблема Но давайте все-таки Если уж мы говорим О прикладных каких-то вещах То поговорим Как ты предлагала Какие проекты Реализуются в Костроме Конкретно по ППМИ И так и мы не поняли Какие же проекты И Малоненецкого округа Потому что у них все есть На Золотом берегу И берегу Слановой Кости Реализуются На реке В Костроме Проект в этом году Уже идет первый год Первые отзывы У чиновников И областного уровня И районного Муниципального Не самые лесные Не все поняли Как это сделать Мало кто понял Как это будет Но проблемы Те же самые Что и в Кирове Их всегда две Первая это дороги Вторая да Это вода Поэтому Проблемы не меняются В этом плане Мы с Костромой Тоже с водокачек Начинают С дорожного покрытия Потому что Когда есть повод Поговорить То есть люди Начинают от того Что им самое критичное В жизни Это вода и дороги Просто я чуть-чуть Уйду в сторону У меня было выступление Там на тему Роль бизнеса В таких проектах Впервые так получилось Что мы эту тему Даже и для себя Ее подняли Мы много посмотрели На практику И Кировскую Изучили Сейчас приведу Пару сыр Чтобы вам было понятно Почему даже нам было интересно Эту тему посмотреть За прошлые 8 лет Проектов В Кировской области Было реализовано 2220 проектов И мы посмотрели Сколько же всего Проектов Где не было Участия юрлиц Или предпринимателей В виде спонсоров Как вы думаете Сколько Я думаю Что это минимальное Вообще количество Вот сколько Ну сколько Но я не могу сказать Из двух с лишним Тысяч Сколько Тридцать Тридцать Из двух с лишним Тридцать Проектов За все эти годы Где не было Партнеров юрлиц Это хороший показатель На самом деле Это чуть больше Одного процента Просто когда эти цифры Привел в Костроме Меня спросили А зачем это нужно Бизнесу Они посмотрели На цифры Это 7% От суммарного проекта То есть У населения Всего процента 12 У бизнеса 7 После финансирования Да Зачем И когда я им привел Пример этого года Когда дорога Ценой на 300 миллионов рублей И склад спонсора 2 миллиона рублей Зал Слегка замер Они не поняли Этих цифр Что он от этого Получит Да Этот человек И как ни странно Пришлось им говорить Очень долго после этого Что он получает То самое местное сообщество В котором есть Я вернусь к теме Ива Уахаси Просто я посмотрел Отзывы Которые были в прессе Хотя бы где-нибудь В Костроме Диалог Который выстраивается Около общественной Инфраструктуры Около дороги К дому Около освещения По дороге К дому Около водопровода К своему же дому Он проще выстраивается И он эффективен Если в конце этой дороги Стоит маленький бизнес Да У него трактор Он на котором проедет Но лучше ехать По хорошей дороге По освещенной дороге И чтобы у него У работников Которые живут на этой улице Потекла вода из крана А можно Можно я вот просто Я помню Прошлый год Когда с Татьяной Тимофеевной Антончик Мы тоже по итогам Какого-то из проектов Разговаривали Она мне сказала Она просто со слезами Это рассказывала Как подводили итог Что-то там Открывали какой-то объект Как раз в рамках ППМИ реализованный И к ней подошел Вот представитель бизнеса Который вкладывался в это И он подошел ко мне И говорит Спасибо вам Она говорит За что Я говорит Понял Что вот можно действительно Вложить куда-то деньги Их не украдут Не разворуют Эти деньги пойдут на пользу И Татьяна Тимофеевна Была настолько Вот этим растрогана Что я говорю Она чуть не плакала Когда вот это рассказывала Потому что это вот Ну это реально Такие хорошие впечатления Да Когда ты представитель власти К тебе подходят И тебя действительно За дело благодарят Вот Заплатили и благодарят И доверие И доверие еще Вот Это важно очень Слушайте Ну это правда Это вот вспоминая Илауа Хаси Конечно же Потому что Вот те кто был На пятичасовой лекции Все удалось Потому что она была Именно та Которую мы с вами Коллеги слушали На Кудринской школе Это действительно так Я тут единственный человек Который не был На Кудринской школе Ну ладно Чуть-чуть был Слегка Окончание школы застал Ну так И вот Достижением Вот Десятичасовой встречи В пятницу В политехе Было то что Когда мы собирали На Ивауа Хаси Людей в 10 утра На самом деле Пришли все Другое дело Что они не услышали То чего мне бы хотелось Чтобы они услышали К сожалению Но пришли все Вот когда мы говорили Что Ивауа Хаси Будет рассказывать О том что Об опыте Японии Как развивались муниципалитеты Как вот эта вот Совместная работа Бизнеса, общественности И специалистов При поддержке бюрократии Которая убирала все барьеры И финансистов, банкиров Которые давали деньги Как это выстрелило Как эта работа Но только самоопределение Да Вот эта вот Совместная работа Смогла вытащить Муниципалитеты японские После войны Из экономической ямы Вот где это было Да Вот Наверное Показателем того Что в 10 часов случилось Что пришли все Вот кого мы приглашали Сбербанк Первые лица Дяткабанк МТС Бизнесмены пришли Общественные деятели Которые тоже Между прочим Все Либо наемный рабочий Либо бизнес Пришли Главы теруправлений Министерства экологии Правительство Очевидно Что все понимают Что нужно решать Осталось только всех Объединить В этом решении Это ППМИ ППМИ Которая работает В Кировской области Оно приучает Постепенно Все-таки Вот давайте Михаил Ну нет Просто мы сейчас Говорим про одну Очень важную вещь Для развития И я когда читал Отзывы по Приезд Ивау То я заметил И заметил Как раз В Салехарде Что у нас Выстрелилось Ну так скажем Два таких Отрезка В разговорах То есть Есть разговор Условно говоря Проектного центра На уровне Министерства И руководителей Муниципального образования И есть разговор Сотрудников Муниципального образования С населением Вот у нас Очень хороший диалог Выстраиваться Вот на этом Острие Скажем так То есть Вот там Где Люди Непосредственно На своем месте Они решают Свои задачи Есть очень хорошая Возможность Есть отличная Технология И в принципе При понимании Людей Собственно Что у них Есть за возможность Они не пользуются Но Вопрос Как раз Крупного Муниципального Образования Такой как Город Киров Как Кирово-Чепец Например То В этих Образованиях Очень важно Выстроить Вот такую Как раз Коллегиальную Общественно Ну такую Предпринимательскую И властную Структуру Которая бы Позволяла Управлять Этими проектами Я посмотрел Структуру Которую уложил Николай Пехтин Вчера Новая Такожем Организационная Структура Администрации Города Где Я врать не буду Там порядка Десяти заместителей Я понял Что у нас В каких-то Велодорожек Там Из Одного Там Района Города В другой Их просто Не появится Потому что Чтобы согласовать Эту дорожку Нужно согласовать Десятью Отдельными Личностями Которые Отвечают За свой Объект В которых Есть там Плюсы Минусы Там Определенное Желание этого проекта И там Вопросы Требующие решения И его просто не сделать В этом управлении В этом режиме И вот как раз Вопрос управления Городским хозяйством Вот на уровне А взаимодействия С людьми В части Использования Бюджетных средств Там Качественного И эффективного Вот Вот это тот вопрос Который волнует На сегодняшний день Вообще всех И в этом плане Нам Талихар Позволил Увидеть Одну Очень интересную Особенность То есть Когда Вы На уровне Региона Поощряете Деятельность Муниципалитетов Которые Работают С населением То У муниципалитетов И у муниципалитетов Есть определенная Свобода В расходовании средств В подходах В выстраивании Отношений Со своим населением У них Ну появляется Очень серьезное Скажем так Множество вопросов И задача Как это сделать Технологично С тем что Муниципалитет Должен организовать Процесс Он должен Поговорить с людьми И он должен Из этих инициатив Что-то выбрать Что реализовывать Это крайне сложная Задача И вот как раз Вот В построении Этих моделей Муниципального уровня Это на мой взгляд Вот сейчас Самый большой вызов В том числе И для нашего региона Как это будет Выстроено Завершается Первый час Дневного разворота Друзья Благодарим вас Будем встречаться И обсуждать Развитие ППМИ Инициативное Бюджетирование В регионе Стране и дальше Михаил Шевелев Евгений Дрогов Николай Плюснин Мы прощаемся С нашими гостями А со слушателями На 20 минут Прощаемся Ждем В начале Следующего часа Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова